Друзья, давайте так, если все сложится, если все будет как я и рассчитываю, то данный ролик выйдет в понедельник. Если не сложится, то этот ролик не выйдет в понедельник. Все, очень просто. Поэтому, как вы можете судить по некоему бардаку у меня на заднем плане, я переезжаю. Переезжаю из этого Мухосранска. Да, простят меня костромичи, но я еду домой. Еду в свой любимый город. Зачем я это снимаю? Мне хочется показать вам, сколько у меня вообще вещей, как я вообще переезжаю, и какие вещи наиболее громоздкие. Я вам скажу сразу, что самые громоздкие вещи это корм для собаки. Потому что мы покупаем кору мешками по 15 килограмм. И его здесь, правда, нет. Ну, вы представляете, да, сколько этот мешок весит и как он выглядит. Но, так как я очень много выкидывала, я не беру с собой зимние вещи, потому что, ну, они уже очень старые. Я не знаю, я свои куртки и пальто не ношу уже где-то... Ну, точнее, блин, не могу говорить. Свои зимние вещи, куртки, пальто и прочее я ношу уже пятилетие, даже больше. Гораздо больше пяти лет, я думаю. Одну куртку только я вообще носила еще со школы, я ее по седине ношу. Она как бы ничего, но она уже выглядит как-то потрепанно, потерта. Я подумала, вот сейчас все выкину, и у меня будет просто возможность в следующий холодный сезон купить новые вещи. Ну, такая мотивация. Нет вещей, о, надо... Есть мотивация заработать денег и купить вещи. Так вот. Вот это часть вещей. Здесь книжки вот в этой коробочке. Это кошачий домик, там еще один кошачий домик, ну, миски, ладно. Здесь в основном такие мелкие вещи, контроллеры. Это в чем я поеду. А это носки. Они сушатся, потому что это батарея, я думаю, так у всех. Мне нечего скрывать. Ну, собственно, вот там вот коробки, там блендер, там тоже книжки. И мне надо будет еще упаковать несколько книжек. По крайней мере, вот эти. Это Джордж Мартин. Блин, я думаю их все-таки взять. Ну, мой компьютер. Кошачий космодром. Он чистый. А это я. Привет! И то, что... Да, это по мелочи. Это все мои зарядки. Ну, зарядки, шнуры, провода. Да, это все полезно, это все как бы нужно. Это какао. Это очень вкусный какао. Тут косметика в основном всякая уже упакована. Здесь тоже. Ну, и то, что вот там вот. Вот это тоже пойдет в упаковку. И вот это, вот то, что здесь вы видите, это я не беру. Это зимние вещи. И вон там такая большая сумочка. В нее пойдут более какие-то крупные вещи. Плюс, может быть, подушки, там, простынь, постельное белье. Это очень большая сумка. Плюс у меня еще и зеленый рюкзак, но его не видно. Он там где-то, за Линдой. И, а, еще сюда, вон там за Линдой сумка, отбитая вещами. А это Линда. Лин. Ой, кошка, блин, даже не сметила ее сначала. Hello, скажите привет. Ой, она поет, вы слышите? И мявкает, поет и мявкает. Вообще она как-то в последнее время неровно дышит. Линда такая уставшая, потому что мы очень долго сейчас гуляли с ней. Кошка нашла себе новую лежанку. Да, такая у них любовь. В принципе, это большая часть, что я беру. Также Максим берет свой огромный пенек. Да, обычный пенек из дерева. Деревянный пенек, на котором он занимается своей кожей. Также он берет инструменты для кожи. Это тоже довольно так много. И главное не забыть документы. Паспорта. Альбом с фотографиями очень важная вещь. Ноутбуки, Wi-Fi роутер. Это я прочитаю самые важные вещи. И вот я могу все это забыть, но вот это очень важные вещи, которые я не хочу забыть. Но я могу сказать, что в целом, вот, все, что я беру, это мало. Вот, я переезжала очень часто. Но вот то, что сейчас я вижу перед собой, для меня это очень мало. Правда. Во-первых, если бы вы узнали, сколько у меня футболок, и сколько у меня свитеров. Я не знаю, свитеров, по-моему, у меня вообще нет. У меня есть только толстовки, какие-то непонятные кофты. Очень мало. Я все выкинула. Я выкинула реально все лишнее, все, что уже растянутое, не очень симпатичное, старое. Ну, думаю, освободить место для нового. Хотя это очень сложно. Вот я так легко все выкидываю. Я реально легко выкидываю. Но купить новое мне сложно, потому что я не люблю ходить по магазинам. Для меня это муторно, ужасно. Я лучше вот влезу в одни штаны свои любимые. Да, вот это мои любимые штаны. Это штаны, которые переживут все и вся. Это штаны от полковника. От настоящего живого полковника. Он жив. Ничего с ними случилось. Я их уважаю. Они шикарные. Они просто... Это реально очень удобная вещь, которая реально... Реально. Слишком много слова реально. Которая переживет любой апокалипсис. Не знаю, насколько меня хорошо видно. Так что я продолжу собираться. И поснимаю вам что-нибудь еще. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... я знаю что что мы по договору возмещаем ущерб ленты это сила есть ума не надо играть где окошко и платить сюда подошло получше да линда получше запахи здесь привет вот это ноздри я это не вырежу почему линда жопа нет он там хорошо так сидит чудовище пришло хочешь попасть сюда ли линда привет линда да вот так и есть куда ты линда такая собака собака барабака очень много пластику пугачевой просто очень богат да я в шоке у меня сегодня же день рождения Путин поздравил такая собака прям сонная где твоя игрушечка аааа прям в глаза очень любит мне глаза лизать особенно когда не накрашенных В инстаграме фотки Пугачёва, как будто она померла, я все микроролок пил. Кошка. Кошка, он не хочет со мной танцевать. Время для съёмок. Кош. А, Кош. Это их глаз даже не вижу, кошка. Да, Линда? Странная кошка, скажи. Если ты нагнёшься, завязаешься в Париже, твоя девушка начнёт плакать. Боже. Кошка в позу. В позу. В позу. Кошки. Лин, что с кошкой? А, Линда? Где кошка? Да, не душ. Кошка, не душ. Тихо. Продолжение следует...